О Аллах! Сделает этот рассказ о Хусейне, рада Аллаху Ангу, в свете очей Фатимы, шахиды Кирбулы, семью которого настигли враги, назиданием для тех, кого постигла беда, чтобы те проявили терпение. В тот день заплакали даже Джимми, а солнце оплакивало Хусейна, рада Аллаху Ангу, 40 дней. Лицемеры принялись раздевать обезглавленное тело Хусейна, рада Аллаху Ангу, да лишит Всевышний Аллах их своей милости. Некоторые из них были уничтожены, кто-то лишился всего имущества, а третьи сошли с ума, а лица их почернели. Как может не стать несчастным тот, кто в начале 61-го года хиджры осмелился посигнуть на семейство Мухаммада, алей салату вассалям, в месяц Мухаррам, в запрещенный месяц для войн. Конь Хусейна, рада Аллаху Ангу, бродил среди убитых и узнал тело своего Саида. Он обошел вокруг него, заржал, уткнулся лбом в кровь, и из глаз его полились слезы. Воины пытались догнать Маймуна и стали биться с конем. Ему удалось вырваться. При этом он убил 27 человек из числа митцемеров и 9 коней, как сказано в книге Нур-Уль-Айн. После этого Маймун ускакал к берегам Ефрата, и больше его никто не видел. Однажды Амаш совершал обход вокруг Абы и увидел рядом с ней человека, который прижался к ее стенам. И он услышал мольбу. Это была мольба человека, который лишился надежды на милость Аллаха. Второй раз Амаш совершал обход вокруг Абы. Он увидел того же человека, произносящего ту же мольбу. Он удивился. Завершив свой обход, он решил подойти и спросить. «Почему ты так печалишься? Ведь ты находишься в месте, где Всевышний Аллах прощает грехи грешнику, если тот об этом попросит». «Кто ты?» — поинтересовался человек. «Амаш», — ответил он. «Я совершил большой грех». «Твой грех больше, чем небеса, земля или арш?» — поинтересовался он. И человек решил рассказать ему все, что видел и слышал. Он оказался одним из тех семидесяти воинов, которые принесли в Шам Язиду Гулаву Хусейна. Стражники поели, попили и заснули. Внезапно этот человек проснулся и увидел надвигающееся облако, которое с сильным шумом ветра спустилось с неба на землю. С этого облака спустились на землю человек поразительной красоты. Он расстелил ковер, расставил на нем великолепные троны и, встав на один из них, крикнул. «О, Отец Человечества, спустись!» Этими словами он разрешил спуститься пророку Адаму, алей-иссалям. Отец Человечества спустился с небес на землю и встал рядом с головой Хусейна, раздаваллаху ангум. «Ассаляму алейкум, о, али Аллаха!» «Ассаляму алейкум, остальные праведники!» «Ты жил счастливо, но был отвергнут и убит. Горе тому, кто убил тебя! Завтра он получит ад!» С жалостью, оплакивая Хусейна, раздаваллаху ангум, печально поприветствовал он его голову. После приветствия он оступил на ковер и сел на трон, предназначенный для него. Не успел Адам, алей-иссалям, сесть, как еще одно облако, как и прежнее, спустилось на землю. Проснувшийся стражник услышал, как глашатый крикнул. «Спустись, пророк Аллаха! Спустись, о, Нух, алей-иссалям!» Пророк Нух, алей-иссалям, спустился, встал рядом с головой, так же, как и Адам, алей-иссалям, печально поприветствовал его, а затем прочитал мольбу. «Да не смоет Аллаха грехи тех, кто убил тебя!» Затем с неба опустилось еще одно облако, и стражник услышал, как сначала возгласили азан, а затем глашатый еще раз крикнул. «Спустись, о, Халилуллах! Спустись, о, Ибрагим, алей-иссалям!» И прибыл Ибрагим Халид, алей-иссалям. «Затем с неба опустилось еще одно облако, и стражник услышал, как сначала возгласили азан, а затем глашатый еще раз крикнул. «Спустись, о, Халилуллах! Спустись, о, Ибрагим, алей-иссалям!» И прибыл Ибрагим Халид, алей-иссалям. Это был невысокий и ненизкий человек. Он тоже оказал почтение голове Хусейна, рада Аллаху Ангу, и также печально поприветствовал его, как Нух и Адам, алей-иссалям. После приветствия он вступил на ковер и сел на трон, указанный ему. Словно раскаты грома спустилось еще одно очень большое облако. Стражник услышал азан, а затем голос глашатый. «Спустись, о, Абулкасим, о, Мухаммад, о, Ахмад! Спустись, о, Музаммиль, о, Муддасир, от Оха!» Не успел глашатый завершить свой зов, как спустился пророк Мухаммад, саляллаху алей-иссалям. Справа от него были ангелы, количество которых известно лишь Всевышнему Аллаху. Пророк, алей-иссалям, подошел к голове Хусейна, прижал ее к груди, и из глаз его потекли слезы. Он горестно заплакал. Затем он позвал Али, раздаллаху ангу, и тот тоже очень горько заплакал, увидев голову. Фатима, раздаллаху ангу, взяла в руки голову своего сына, прижала ее к груди со словами. «О, светочей моих!» Она горько зарыдала, и все те, кто услышали ее плач, тоже заплакали. Затем голову Хусейна передали к брату Хасану, раздаллаху ангу. Он также прижал ее к себе и горько заплакал. Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Иса по очереди подошли к посланнику Аллаха, алей-иссалям, и выразили свои соболезнования. После соболезнования Хабибуллах, саляллаху, алей-иссалям, обратился к предкам. Адаму, Нуху, Ибрахиму и братьям Мусе, алей-иссалям, Иисе, и сказал. «Вы свидетели тому, что Умма после меня сделала с моим сыном». Тогда к Хабибу, саляллаху, алей-иссалям, выявился один ангел и поведал о цели своего визита. Он сказал Расулу, что послан по приказу Джабара в подчинение ему. «Если ты разрешишь, я не оставлю живых ни одного человека из твоей Уммы», заявил ангел и сообщил, что его место и степень на самом нижнем небе. Затем явился еще один ангел. Он сказал, что назначен над морями, и разъяснил, что Всевышний послал его с повелением подчиниться посланнику, саляллаху, алей-иссаляму. «Если ты позволишь, я готов накрыть морями всю твою общину», – сказал ангел. Пророк Мухаммад, саляллаху, алей-иссалям, не позволил уничтожить свою Умму, о которой он беспокоился даже в предсмертный час. «Оставьте мою общину», – сказал он обеим ангелам. А тех, кого убил Хусейн, разъяллаху ангу, верил Аллаху. Адам, алей-иссалям, встал и произнес слова благодарности, сказав Хабибу, «Да вознаградит тебя Аллах». Хасан, разъяллаху ангу, попросил пророка, саляллаху алей-иссаляма, позволить убить хотя бы стражников в отместку за гибель брата. Дабы утешить сердце Хасана, горюющего по брату, ангелам дали разрешение убить стражников. Ангелы вмиг перебили стражников. Один из ангелов схватил того единственного, оставшегося в живых. Тот, в испуге спасая душу, визжал и взмолился пророку, саляллаху алей-иссаляма, о защите. «Являешься ли ты из числа тех семидесяти человек, которые прибыли в Шам за головой?» Тот признался, что является. Любимец Всевышнего Аллаха приказал ангелу оставить его, но произнес мольбу, которую тот заслужил. Мольба, которая не оставила ему надежду на прощение Всевышнего Аллаха.